Снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш уникальный тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. Сейчас проходим воздействие мануальное в области поясницы и ягодиц. И в прошлом видеоролике мы показали, как их размять, а теперь разберем некоторые особенности, нюансы, когда есть какие-то острые проблемы у человека. Ну, во-первых, вот место, где крепится подвздошная кость с крестцом, да, здесь есть короткие мышцы, вот такие вот. Мы их проходили и разминали. Мы их простукивали. Сейчас, девушки, немножко больно будет, но я аккуратно, я просто демонстрирую. Простукиваем в ту сторону, чтобы компрессионное сжатие перехода позвоночного, да, L1, S5, ой, L5, S1, мы раздвигали в сторону, да, то есть все, что от этой точки идет вверх, мы тянем выше, все, что вниз, мы тянем, все, если честно, ниже, мы тянем еще ниже. Как бы раскрепощаем. Раскрепощаем вот эти вот сочленения тоже, простукивая их в ту сторону. С позвоночника, на позвоночник стучать нельзя, но мы можем его постукивать сбоку на ротацию. Пока это еще не мануального действия, это пока еще подготовка, но тем не менее, уже вот эти приемчики можно делать. Далее, мы помним, что вот отсюда идет пучок нервных волокон, и отсюда вот корешки отходят, примерно твоя точка образуется все дальше нерв. Проверяем. Больно здесь? Ну, не острая боль, да? Нормально. Значит, все-таки, да, что-то там есть. Боль может идти дальше. Проверяем место, где крепятся грушевидные мышцы и широчайшие мышцы спины. Ой, что ты вообще заговорился? Это большая ягодичная мышца. Они крепятся к вот этому бугорку, то есть он ниже, чем ельцам находится. На самом деле, ниже. И если дальше нерв идет, вот отсюда примерно, и вот вокруг себя дальше кости здесь, если рядышком, может тоже пережиматься. Проверяем вот эти вот две точки. Вот здесь. Больно? Ну, так, нормально. И вот здесь. Здесь не больно? Здесь не больно. Не больно, да? Вот, грушевидные мышцы могут передавить этот седалищный нерв. Там у нас на схеме не показано грушевидные мышцы, да? Ладно, так, визуально представьте, что они примерно вот так вот идут. Мы проверяем их место крепления. Здесь больно, да? Вот. Вы их почувствуете. Они как струнником натянуты, такие достаточно жесткие. Жесткие, значит, воспаленные. Воспаленные они могут быть раздутые, чем, собственно говоря, и пережимают. Вот. Если нашли эту точку, да, то работаем с ними как? Вот мышца идет, да? Мы ее стараемся передавить в разные стороны. Вот как с этим. Демонстрационным материалом со змейкой я показывал, да? То есть мы ее раздавливаем в разные стороны. Вот так вот на растяжение. Всю эту мышцу, да, растягиваем. Следующий способ. Вместо крепления мышцы, вот тут самое больное бывает, ну, она вот так, вот так идет, сейчас мы здесь все точки проверим. Мы на нее тогда давим на эту точку, точечный метод воздействия, но давим не прямо, перпендикулярно, да, в телу, а немножко на срыв вбоку, вот так чуть-чуть. Потом резко отпускаем. Смысл в том, что перепередавливание мышцы в нее меньше поступают крови. И, соответственно, получается, как эффект шланга, если шланг где-то замусерился, да, мы можем на нем наступить, потом отпустили, и накопившийся более мощный поток воды он прогоняет эту пробку. Так и здесь вот, выложившую кровь потом прогоняет эти все застроенные элементы. Так, ну, я сильно жить не буду, просто из вас тоже будет потерпеть чуть-чуть. Так, на вдохе. Если мануальную терапию мы делаем на выдохе, да, когда говорим, выдох, и нажимаем. То есть здесь мы на вдохе вдыхаем, и терпите, терпите. А потом резко отпускаем на срыв. Это мышцы должны вот это вот как бы сдернуться, отпружинить. И после этого все выдыхает? Выдыхает. Выдыхает. Месяц. Нет, но он может выдохнуться заранее. То есть тут нажимаем, там недолго, на самом деле, минут 10, 15 секунд, 10, 15 секунд. Вот, находим следующую. Здесь болит, да? Следующую на вдохе. Ну, и вот так проходим место крепления. Здесь и место крепления возле большого вертила бедренной кости. Вот здесь тоже. Тоже болит, да? После этого, чтобы не осталось синяков, обязательно растираем, разминаем всю эту кружку, уводим в подвздошные кости, вот туда, в паховые зоны. Лимфу тоже увозим. Лимфу начинает работать. И, в принципе, синяков при правильной работе не должно остаться. Ну, может быть, маленький там какой-то будет, где сильно переезжали. Но, это ничего страшного. Если все-таки, вот тут еще мышцы, да? Вот, и теперь спереди к малой ягодичной мышце к кипитерам и костей подходит, да? Нам туда неудобно попасть. Тогда можно ногу положить на ногу. Вот так вот. и вывернуть бедро чуть-чуть вот сюда. И тогда мы можем их отдельно пройти пулаком и опять на срыв. Извини, дорогая, сейчас в учебных целях надо будет чуть-чуть потерпеть. Кладем ногу обратно. Кстати, вот тоже можно проверить тест до начала этих процедур, если там что-то болит, то нога на девушке йогой занимаетесь. В принципе, гибкость хорошая, да? Ну, так себе. Вот. Ну, вот. Нога, видите, три пальца не хватает. Вообще, в другой человек должна просто касаться. Тут, если без напряжения, то вот, приблизительно, три пальца моих остается. После этих процедур улучшается гибкость, то есть, сразу отпускаются мышцы-антагонисты, которые спереди находятся, с той стороны, да? Они же друг от друга работают, вот эти задние ягодичные против передних, которые в брюшине идут, позвоночно-поясничные мышцы, пояснично-воздушные мышцы. И тогда мы сразу будем видеть, что осталось зазор вообще еще меньше. Ну, это как тест. Про тест, я честно говоря, там в других видео уже более подробно рассказывал. Вот. Если болеть все-таки грушевидная мышца непосредственно на на начале седальщиного нерва, да, вот этот седальщин синдром, ты, ну, ты, мы можем его убрать еще более жестче. Любым локсом, ну, каким угодно, если мы будем, внедряемся в эту мышцу, растрясаем ее глубоко, и потом на срыв перпендикулярно мышцы. То есть, смотрите, вот она вот так растет, да, мы на нее надавили, растянули, и потом на срыв в сторону, вот туда, в бок. Она будет возвращаться обратно в исходное положение первоначально или оставаться где-то посередине? Да нет, мышцы она как резина, она как резина. Она просто вернется, да, да, да. Но можете услышать даже шелчок в этот момент. Вот, здесь, если будет грыжа или протрузия, можно протестировать быстро, быстро, достаточно способом. Нажимаем ладонью, ребром ладони, и спрашиваем пациента, внутри позвоночника болит? Здесь не болит? Здесь не болит? Здесь тоже нет, да? Вот, это мы продавили, соответственно, сочинение L5, L1, L4, L5, L3, L4, L2, L3, L2, L2, L1, L2. Мы убедились, что, ну, точно достоверно на 100%, мы сказать не можем, мы просто предполагаем, да, что, в принципе, грыжа и протрузия не мешают этому человеку, значит, мешают только мышцы, да. Соответственно, мы только с мышцами и будем работать. Вот. А далее, мы переходим к непосредственно более жестким техникам работы, локтевые техники работать со спиной, снятия функциональных блоков, мышечных и костно-связочных блоков тоже. Но об этом в следующем ролике. Если хотите узнать побольше, приходите лучше к нам на тренинг, потому что все нюансы мы все равно по видео не сможем рассказать. И вы сами понимаете, что передача знаний идет из рук в руки, и более доходчиво и наглядно вы все поймете именно здесь, а надо тут присутствовать. С вами был Олег Алабудвин. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.